Одно из самых одиозных, ненавистных слов для нашего народа является слово «приватизация». С приватизацией россияне столкнулись после ликвидации Советского Союза. А в это время изменился экономический строй страны, с социалистического на капиталистический, точнее на колониально-капиталистический. Одним из толпов рыночной капиталистической экономики является частная собственность. Но, как известно, в Советском Союзе частной собственности не было. Все было государственным, то есть формально народным. И новое руководство России решило народные предприятия и заводы передать в частные руки. А из уст инициаторов этих идей звучала примерно такая риторика, что заводы и предприятия под руководством государства работают плохо, неэффективно. А вот если их передать частникам, то есть будущим олигархам, то будет просто взрывной экономический рост, так как частник будет заинтересован в развитии своего бизнеса, будет, так сказать, эффективным менеджером. Ну вот такая больная идея сидела в головах политической элиты страны. Но, разумеется, за красивыми словами стояло только одно – жажда наживы. Просто на халяву получить состояние. Процесс передачи народного имущества горстки жадных преступников поручили Анатолию Чубайсу. И, как сам заявлял Чубайс, с этим он справился. А мы знали, что каждый проданный завод – это гвоздь в крышку гроба коммунистов. Дорого, дешево, бесплатно, с приплатой. Двадцатый вопрос. Двадцатый. Эту задачу мы решили. Мы решили ее полностью. Как проходила приватизация в России, практически все знают. Я тоже об этом рассказывал в серии выпусков. Обязательно посмотрите, если интересно. Действительно, те заводы и предприятия, которые строились кровью и потом народа, который только что закончил самую кровопролитную войну в истории человечества, передавались за копейки простым жуликам. И, что самое обидное, они эти предприятия в будущем тупо уничтожали. Уничтожали, так как, во-первых, чтобы быть успешным собственником, нужно пройти путь от начала до конца. Нужно свой бизнес выращивать, как дерево, как ребенка, чтобы знать, что это такое, как оно функционирует, на чем базируется, где какие подводные камни существуют и наиболее эффективные пути их преодоления, чтобы дорожить этим. Но обормотам, которых потом стали называть олигархи, дарили целые отрасли экономики, в которых они даже не разбирались. И второе. Это имущество им даровалось в подаче кадровых разведчиков ЦИРУ. И не просто так. На них возлагались определенные задачи, а именно уничтожать российскую промышленность, а не развивать, как было заявлено. Сейчас повторяться не буду, а об этом подробно рассказывал бывший вице-премьер России Владимир Поливанов. Но суть в том, что развал российской промышленности – это главная цель приватизации 90-х, чтобы Соединенные Штаты могли уничтожить своего геополитического противника. Госимущество раздавалось за бесценок, раздавалось своим, раздавалось в нарушение даже тех убогих законов, которые были, раздавалось лихорадочно. А это развал России приватизация в таком образе, в таком виде. И справедливо наш народ слово «приватизация» просто ненавидит. Обратная сторона приватизации – это национализация. То есть, наоборот, когда частное становится государственным. И учитывая всю ту несправедливость, все то унижение 90-х годов, мы ждем, что когда-нибудь правосудие настигнет злодеев, у них отберут незаконно приобретенное имущество и накажут. То есть, пройдет национализация. И тут, друзья, есть хорошие новости. Сейчас я о них расскажу. Так вот, что касается национализации. В сегодняшних условиях она просто необходима. Об этом, среди прочего, после начала военных действий сказал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. А именно, он предложил вообще национализировать основные отрасли российской экономики. Первой отраслью, которая попадает под контроль государства – это, разумеется, оборонка. В мае 2023 года вышел закон, который позволяет забирать заводы за срыв заказа. Благодаря этому закону, можно сказать, все, оборонка национализирована. Остальное – формальность. И кроме этого, я бы тут хотел просто перечислить недавние новости, связанные с национализацией. Так сказать, несколько примеров. Начнем. Путин передал государству имущество компании-оператора «Сахалина-2». Эта компания занимается нефтедобычей на Дальнем Востоке. Фермский метафракс «Камикалс» передали в собственность государства. Это предприятие – крупнейший производитель метанола в России. Суд передал государству акции заводов группы «ЧМК». Речь идет о Кузнецком и Серовском заводах, производящих легированные сплавы стали. А также Челябинском электрометаллургическом комбинате. Эти заводы – крупнейшие в стране производители легированных стали, которые в том числе используются при изготовлении военной техники, жароупорных авиационных двигателей, ударопрочных стволов вооружений и бронебойных снарядов. Далее. Генпрокуратура потребовала вернуть государству завод в Иваново. Ивановский завод тяжелого станкостроения – одно из крупнейших российских предприятий по производству высокотехнологического и наукоемкого оборудования. Но с недавнего, к выходу видео, возможно, предприятие уже передали государству. И вообще, все заводы, которые сегодня национализируют по требованию прокуратуры, их национализируют с формулировкой, что в 90-х годах предприятие приватизировали незаконно. Конфискация энергетических масштабов. Генпрокуратура хочет забрать Сибека у Андрея Мельниченко. Андрей Мельниченко считается богатейшим олигархом России. Вот его сейчас раскулачивают. Прокуратура решила изъять у основателя Покровского 50 предприятий. Покровский – это один из крупнейших агропромышленных холдингов России. Государство забирает производителя оборудования для танков у частной компании. И Генпрокуратура России подала иск об изъятии в доход государства контрольного пакета акций, генерирующей компании ТГК-2. Суд взыскал 100% акции оборонного предприятия «Волжский Оргсинтез» в пользу государства. Автодилер «Рольф» перешел под контроль государства. Это крупнейший автодилерский холдинг России. Вообще, перечислять долго. В целом, за последнее время Генпрокуратура и ФАС подали в суды десятки исков с целью изъятия частных активов в госсобственность. Заводы, предприятия, порты и тому подобное. Даже, наконец-таки, у экс-президента Украины Петра Порошенко и его сына конфисковали кондитерскую фабрику Липецке. В общем, вывод однозначный. Олигархов начали раскулачивать. Это я еще не говорю про иностранные предприятия, которые ушли с рынка после 1922 года и активы оставили нашему государству. Ну, как пример, автомобильные. И тут, смотрите, национализацию можно разделить на два типа. Первое – это о государствлении, о чем выше было сказано. То есть, собственность государства, когда уходит. Второе – это национализация, когда компании просто переезжают под юрисдикцию государства. Еще это называют деофшеризация. Так вот, если говорить про деофшеризацию, то, согласно газете Коммерсант, за полтора года в российскую юрисдикцию переехали 164 компании. В том числе, такие структуры, как Яндекс, который был в Нидерландах, ВКонтакте и Полиметалл. То есть, однозначно, процесс национализации идет. Россия в этом плане, наконец-то, начинает выздоравливать и действовать справедливо и правильно. Но объективности ради, разумеется, нельзя сказать, что раньше ничего не происходило. Ну, как пример, у нас сегодня треть бюджета поступает от компаний, которые были национализированы в 2000-х годах. Там, Роснефть, Газпром – это же все было частное. Из той знаменитой семьи банкирщины, которая управляла Россией в 90-е годы, остался только Потанин. Кстати, про Потанина у меня есть отличный разбор, который мне заблокировали по требованию Потанина. Представляете, олигарх мне заблокировал видео про него. В письме указано, что размещенная публикация была заблокирована, поскольку поступила официальная жалоба от Потанина. Состав жалобы – содержание публикации носит оскорбительный характер или содержит клевету. Хотя не было никакого решения суда или каких-то там разбирательств. Просто Потанин, а точнее, скорее всего, его представитель написал в Яндекс и сказал, что это видео содержит, допустим, клевету. На что Яндекс ответил – хорошо, мы его заблокируем. Хотя, опять же, там никакой клеветы, естественно, нет. Я просто рассказал об общеизвестных фактах приватизации. А все дело в том, что сейчас Потанин очень боится лишиться имущества, которое, по моему мнению, он просто украл у народа России. Вот поэтому его люди отслеживают видео, где про него говорят нехорошее и блокируют, чтобы не было общественного какого-то резонанса. Но справедливость, по моему мнению, все равно восторжествует. Новая суверенная Россия избавится от этих паразитов 90-х. Кстати, в 2022 году людей уже обрадовали новостью о том, что против Чубайса начинается судебный процесс. Но потом как-то все это затихло. Кстати, самое смешное в той истории это то, что Чубайс настолько ссыканул, что сменил имя и прячется где-то там в Израиле. Об этом даже высказывался сам Путин. То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется. Я вообще, мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Маше Израилевича какой-то там живет. Зачем он это делает? Я не понимаю, что он удрал? В Израиле даже перешел на нелегальное положение. Так вот, что еще важно упомянуть, говоря про национализацию и приватизацию. Друзья, нам нужно исходить из реалий. А реалии сегодня такие, что у нас рыночная экономика. А значит, есть и будет частная собственность. К этому нужно относиться нормально. И приватизация так же будет. Но она вообще совершенно другого характера, нежели была в 90-х годах. И что касается бизнесменов. Вот было бы очень хорошо, если бы наши ученые, инженеры создавали конкурентный продукт, продавали его по всему миру и на этом зарабатывали миллиарды долларов. Ну, условно, как это делают производители телефонов, бытовой техники, автомобилей и других товаров. Это, так сказать, бизнесмен здорового человека. Когда ты начинаешь с нуля что-то создаешь и добиваешься успеха. Параллельно этому способствуешь развитию общества и обогащаешь государство налогами. Но то, что делал Чубайс и его команда, это действительно преступление, которое сопоставимо с действиями Гитлера. Хорошие новости сегодня в том, что Россия действительно выздоравливает. Просыпается от наркоза, под которым была последние 30-40 лет. Дальше будет больше. А на этом пока что все. Обязательно подписывайтесь на канал. Счастливо. Счастливо.